Куйбышевская железная дорога сыграла решающую роль во время Великой Отечественной войны, связывая тыл с фронтом. За эти годы по ее стальным магистралям перевезено 19 миллионов вагонов груза, в том числе около миллиона цистерн. О наушниках и планшетах в дороге можно забыть. Пассажиры 50-го автобуса теперь внимательно слушают громкоговоритель. Рассказы о Куйбышеве в годы войны с замиранием слушают и сотрудники общественного транспорта. Шутят, работы теперь переносят не только доход, знания. Автобус сюрпризом узнать на улице можно сразу. На нем так и написано «Экскурсионный автобус. Знай историю своего города». Тексты составлялись так, чтобы показать памятники, посвященные героям, рассказать о Куйбышеве во время Великой Отечественной и пробудить в жителях гордость за свой город. Мне очень понравился сюжет, связанный с работниками трамвайного депо города Куйбышева, которые непосредственно помогали медработникам города. Они подводили специальные железнодорожные пути к больницам, к вокзалу, для того, чтобы легче было перевозить раненых. Информация подбиралась именно по этим, опять же, принципам. То есть, рассказ о вещах, которые никто не знает, но это интересно. Вторая задача, чтобы это превратилось в понимание, то есть, легло на тот объем информации, которым человек располагает. И третье, чтобы уровень уважения интереса городу хотя бы чуть-чуть возрос. После нескольких минут пути на познавательном автобусе пассажиры, преисполненные патриотических чувств, от всей души благодарят ветеранов. Если бы наши предки не выиграли, то нас могло и не быть. Нас сравняли бы с землей. Экскурсионные автобусы можно встретить на трех маршрутах – в 50-м, 56-м и 61-м. Планируется, что познавательный транспорт будет ходить и после праздника Победы, вплоть до осени. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События.